Ну спросите. Вопрос о родственниках. Я хотела поинтересоваться. Кто тут есть? Прошлое, будущее жизни. Они где рядом с человеком? Они все всегда рядом. Вот если рождался сыном, будет отцом, матерью. Все вместе. Собачкой рождалась, значит, кошкой родиться. Все рядом с вами. Человек – это центр вселенной. Вот вы, все вокруг вас крутится. Все рядом с вами всегда. Конкретно, допустим, мой друг на моей жизни. Это шутка. Я не поняла. Не поняла? Объясняю. В этом мире мы очень редко встречаем друг друга. Есть ли это специальные условия? Например, если люди жили очень невежественной жизнью и больше некому им дать, то в следующей жизни человек смотрит в толпе и видит, человек какой-то идет. Так не хочется с ним жениться вообще. Такой кошмар с ним в отношениях, мне кажется. И все равно женится. Именно на этом человек. Второй вариант – это когда люди очень возвышенно жили вместе, и они награждены в следующей жизни остаться вместе в раю. Они уходят в рай и там живут вместе тоже. В противном случае люди всегда не находятся рядом. Но обычно люди всегда любят преувеличивать. Вот те, кто изучают перевоплощение, они начинают сочинять. Вот это вот был моим таким-то, теперь это мой такой. Этот человек вот был такой, родился вот здесь у меня. Потому что человеку свойственно все присваивать. Только один раз в жизни я видел, когда одна девушка родилась действительно... Ну, то есть не то, что с одними родственниками, а она родилась в одном городе, и ее узнали. Вернее, она узнала свое прошлое рождение. Ну, как-то вот так получилось. Она вспомнила даже шарф, на котором она вешалась. Она говорит, это мой шарф. Пришла туда, в эту квартиру, где она там была. Говорит, это мой шарф. И все так удивились, а потом начали сравнить фотографии, увидели, что очень похоже. И она начала рассказывать, это моя комната, мой шарф, вот это все мое. Так бывает очень редко, очень и очень и очень редко. Я только один раз такое видел. Они меня спросили, я говорю, скорее всего, это иллюзия. Но потом, когда подсмотрел внимательнее, я понял, что это один и тот же человек. Только в прошлой жизни. Один раз в жизни я увидел такую связь всего. А до этого были просто все, ну, это, байки. Эти байки подкручивают еще... Есть такие регрессивные, так сказать, гипнотизеры там, или эти, ну, как бы, тренинги вот эти вот, голотропное дыхание. Вот. Что происходит в это время? Вот человек, когда начинает быстро дышать, у него психика сильно ослабляется. И в этот момент, когда он чуть-чуть начинает терять сознание, у него, ну, в него есть возможность войти к злому духу. А злые духи, когда входят, они всегда входят по запросу. И у человека какой запрос? «Хочу увидеть свою прошлую жизнь». А свою прошлую жизнь-то ты увидеть не можешь, потому что это награда. И тебе злой дух показывает его прошлую жизнь. Для чего? Для того, чтобы ты, вспоминая его прошлую жизнь, контактировал со злым духом. И потом попал в домик неизвестного архитектора, где двери только в одну сторону открываются. Понимаете? То есть злой дух находит через это голотропное дыхание, через этот регрессивный гипноз, находит возможность контактировать с людьми. И то же самое вообще всегда происходит при гипнозе. Вот у меня было несколько случаев, когда мне женщина говорит, Олег Геннадьевич, вот меня гипнотизер погипнотизировал, а я теперь все время с ним контактирую. Я говорю, этот гипнотизер про вас уже давно забыл. Вы контактируете со злым духом, который теперь через этот канал, который организовал гипнотизер, к вам в психику заходит. Нормальненько погипнотизировал. Поэтому никогда не соглашайтесь поддаваться гипнозу. Это опасно очень. Это означает, что вы попадете под влияние злых духов. То же самое, этот и регрессивный гипноз, и голотропное дыхание, это все практики, оккультистские практики. Все оккультные практики, они связаны со злыми духами. Понятно? Я все равно не поняла, вот мой супруг в этой жизни, он следующий где будет? Где-то там. Где-то там будет. Редко люди в следующей жизни встречаются. Есть такие люди, как бы шизыки-затейники. Они вот... Вот это вот мой внук, он был сыном у меня до этого, а вот дедушка умер, теперь внук родился. Это просто так хочется, понимаете? Им нравится вот так жить, что типа все свои рождаются тут вокруг меня. Я центр вселенной, потому что я главный здесь, в этом мире. Поэтому вокруг меня все крутится, вся жизнь.